Добрый вечер, дорогие товарищи! Добрый вечер, дорогие товарищи! Начинает первая лекция, тема лекции «Причины негативных тенденций при социализме». Читает лекцию доктор философских наук профессор Михаил Васильевич Попов. Пожалуйста. Попов. 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 Хотим победить, нам нужно извлечь уроки из того периода, который прошел, и сделать правильные выводы. Ну вот, в течение этого же самого времени, когда мы переживали события, связанные с переходом от социализма к капитализму, то есть периода контрреволюции и реставрации капитализма, они дали нам и материалы, и пищу для обсуждения, для рассмотрения. Ну и в то же время, в это время работала и мысль теоретическая, которую эти проблемы рассматривала, обсуждала. Ну и вот в это время, в борьбе с теорией развитого социализма, формировалась и точка зрения о том, что социализм – это строй, который имеет противоречия очень сложные, и что эти противоречия надо рассматривать как объективные противоречия, у которых не только есть положительная сторона, а у всякого противоречия есть и противоположная, отрицательная сторона. Если противоречия – это единственная борьба противоположностей, значит, с каждым противоречием связаны и позитивные тенденции, и негативные. Ну, что касается системы противоречий, какая есть при социализме, я на эту тему здесь уже выступал, мы об этом говорили, поэтому нам облегчает, так сказать, рассмотрение этого вопроса. Самое общее и, можно сказать, основное противоречие социализма – это противоречие между его коммунистической природой, поскольку все вот здесь присутствующие знают, что это коммунизм в первой фазе, правильно? Коммунизм. Хотя, вот если вы возьмете литературу, в том числе руководителей даже, в том числе очень хороших руководителей, вот, скажем, у товарища Сталина иногда написано, что это первая фаза коммунизма, или коммунизм в первой фазе, в том числе и в выступлении, когда решался вопрос о новых выборах, о новой системе выборов. Или, скажем, на связи партийном говорится о том, что вот переход от социализма к коммунизму. Так, строго говоря, нельзя говорить. Переход от неполного коммунизма к полному, от неразвитого коммунизма к развитому, от незрелого коммунизма к зрелому. Ну, поэтому такие вот, скажем, если правильно формулировать, такая идея, как развитой социализм, никак не может угнездиться в головах, потому что, ну, сам смысл развитого, сам смысл полного коммунизма в том, что это развитый коммунизм, это социализм. Вот когда социализм разобьется, или коммунизм как неразвитый разобьется, будет полный коммунизм. А если мы берем низшую фазу, это неполный и неразвитый. И я вот должен сказать, что у меня была такая ситуация перед защитой докторской первый раз, когда мы уже договорились, что у меня есть твердый официальный оппонент, товарищ Белых Афгат Калистратович, который сказал, я знаю, так сказать, диссертацию, позицию, я буду защищать. Но он уже успел найти 11 признаков развитого социализма и написать по этому поводу монографию. И вот я к нему попал не сразу, а потому что заболел заведующий сектором теории революции, товарищ Александров, который у меня был официально оппонентом записан, то есть срочно сменили. И вот я к нему прихожу домой на Черную речку, он так почитал, с такими страшными глазами, говорит, Николай Васильевич, у вас тут вообще нет развитого социализма. Так я говорю, Акад Калистратович, ну как социализм может быть развитой, коммунизм, когда он не полный, не развитый, не зрелый, не спелый, а коммунизм это полный, это развитый, спелый и так далее. Он так подумал, покачал головой, говорит, ну ладно, я даю положительный отзыв, но смотрите и так далее. Ну, во всяком случае, сегодня нам это ясно, и главное, все разбежались куда-то сторонники развитого социализма. Вы обратили внимание? Не найдешь концы, кто придумал. В ГДР на эту тему говорили, потом Суслов и с этим таскал, потом там была куча всяких помощников, в том числе Цепко наверняка с этим ходил и прочее. То есть много там было писак, которые никакого отношения к науке не имеют, но которые вот эту тему развивали. Но раз вот основное противоречие есть, значит с ним связаны какие противоположные тенденции? Санта тенденция к перерастанию социализма в полный коммунизм, поскольку социализм – это коммунизм неполный, неразвитый. Ну, а вторая тенденция, прямо противоположная. Кого-то удивляет, что противоречие – это единство и борьба противоположностей. Ну, какая противоположная движение к коммунизму? Противоположная тенденция – это тенденция движения к капитализму. То есть нельзя эту причину искать вот просто в человеке, в классе, но она, так сказать, она хоренится в природе вообще противоречия общественных. Если это общественное противоречие, представьте себе полный коммунизм. Нет никаких классов, нет никакого, так сказать, различия в интересах социальных групп, отдельных социальных групп нет. Социально-однородное общество. А что, полный коммунизм не может вернуться обратно? Давайте заглянем туда. Это уже… Ну, хочется заглянуть, раз мы уже побывали и при коммунизме, и при капитализме. Давайте в полный коммунизм заглянем. Там будет борьба нового со старым? Будет. Только нового со старым. А старого с новым не будет, товарища Диалек. Будет. Но если сторонники нового так же будут себя вести, как вели себя сторонники социализма в Советском Союзе, в больших массах. То есть малое количество людей и поняло, что происходит, и выступало. Большое количество людей продолжали слушать эти слова, говорить, и у них все уже убирают, отнимают, а они все продолжают разговаривать. Уже диктотурубитаря-то убрали. И, значит, уже ломают вовсю экономику. Они все рассуждают, что у нас разведет социализм. И так далее. Значит, может состояться переход от полного коммунизма к чему? К социализму. Ну, а при социализме мы уже рассматриваем это противоречие. А социализму можно перейти куда? К переходный период. К чему? От социализма к капитализму. И обратно уйти в капитализм. Есть какие-то у нас гарантии. Все люди, вот если вы почитаете литературу, в основном болтают про какие-то механизмы. Надо создать механизм. Вот кто-нибудь из здесь присутствующих видел механизмы с головой? Ну, часы вот с головой. Механизм – это как раз вот такое соединение частей механических, которые исключают разум. И вот люди от разума уходят в механизм. А у нас этот хозяйственный механизм появился в терминологии после реформы 1965 года. И так далее. Это антидилектический по своему вообще пониманию и по употреблению. Ну вот, это первое противоречие. Второе противоречие, тоже мы о нем говорили, между непосредственно общественным характером социалистического производства. Значит, производство не путем непосредственного обмена, а непосредственно служит интересам трудящихся. Цель социализма какая? Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А противоположная тенденция есть? А противоположная тенденция – это товарность. Товарность не образует никакого отдельного уклада, нет никакого способа производства. Нет этой самой товарности, как товарного производства. А это момент самого непосредственно общественного производства. Как, например, вот про вас не буду говорить, у вас нет недостатков, у меня есть недостатки. Мои недостатки – это что? Это мое отрицание или мое утверждение? Мои недостатки – это мое отрицание. Они в вас или во мне? Ну, во мне. Ну, так если есть отрицание, товарность, как отрицание непосредственно общественного характера производства, оно в самом этом непосредственно общественном производстве. Но если вы не будете с этим моментом бороться и не создадите соответствующие средства борьбы с этим, то вы будете ползать куда? Назад, пока вы не попадете обратно в такое производство, в котором то, что оно носит общественный характер, расстанется. Потому что капиталистическое производство – это общественное производство. И разве ты имеешь достаточно общественный характер? Ну, не непосредственно общественный, и все тут только через обмен. Ты мне и о тебе. Значит, если что-то я хочу получить, дайте мне что-то. Сам бы ел бы, деньги надо и так далее. Значит, движение в противоположную сторону вытекает из этого противоречия? Оно тоже есть. Как только вы ослабите движение вперед, вы пойдете никуда, не остановитесь, а немножко остановитесь, а пойдете назад. Вот. Третье противоречие, которое мы рассматриваем, между бесклассовой природой социализма. Социализм – бесклассовое общество? Ну, чего вы машете головой? Социализм – это коммунизм? Коммунизм – бесклассовое общество? Я вас поздравляю. Значит, вот между бесклассовой природой коммунизма и еще непреодоленным делением общества на классы. Не полностью определенно. Как у Ленина написано? Вот мы преодолели антагонизм. Нету антагонизма интересов коренных. Нет таких слоев или классов, которые были бы не заинтересованы в движении к полному кому. Нету. Но различия еще остаются. Не антагонистические различия остаются. У нас, кроме коренных интересов, много-много-много других. И тогда вы получаете такую ситуацию, что если бы главу угла работники будут ставить не свои коренные интересы, а всякие побочные, всеминутные, отличные от интересов рабочего класса, в целом направленные на коммунизм. Но если вы берете приоритет интересов интеллигенции, а не приоритет интересов рабочего класса, то интеллигенция начинает становиться уже нахлебником этого рабочего класса. Если вы возьмете приоритет интересов работников сельского хозяйства, возможно, для их обеспечения надо повысить и закупочные цены, и розничные цены. И тогда может получиться, что ущемляются интересы трудящихся в целом и так далее. То есть отсюда вытекают вот эти самые противоположности, но это не противоположные интересы. Противоположность возникает из того, что вы какие-то другие интересы ставите во главу угла, а интересы, самые прогрессивные интересы рабочего класса, ну, уже как результат берете. Дескать, мы вот об этом сейчас позаботимся, а мы же не против интересов рабочего класса. Мы ничего против не имеем, но надо вот это вот нам сделать. Как это называется? Что это такое? Для этого я хотел бы несколько слов сказать о том вообще, что такое экономические интересы. Экономические интересы – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им, этим людям, в силу положения объективно выгодно и в какой мере. То есть что улучшает их положение, а что ухудшает и в какой степени. Сколько этих интересов? Вот сколько таких изменений, которые меняют положение человека в системе производственных отношений? Сколько угодно. Бесконечно много. Поэтому у каждого человека бесконечно много экономических интересов. Поэтому если кто-то в таком трудном поиске, как найти причины этих негативных тенденций, связанных с экономическими интересами, он должен видеть, что есть вот коренной интерес самого прогрессивного класса, рабочего класса. Вот он коренной и для рабочего класса, и он же является определяющим для всего движения социализма. Никакие другие интересы, интересы рабочего класса, связанные с тем, что ему нужно квартиру купить, связанные с тем, что ему нужно машину купить, связанные с тем, что ему нужно куда-то поехать, съездить за границу и так далее, и тому подобное. Все эти интересы, все эти интересы, они сами по себе ничего плохого собой не представляют, но если они берутся во главу угла, возникает противоположность. Не общественный интерес осуществлять, и тогда улучшается жизнь всех членов общества во всех отношениях. Или вот я хочу получить большую долю, меньшего пирога. Это мне выгодно или нет? Не просто я хочу, а это выгодно объективно. Каждому трудящемуся члену социалистического общества выгодно получить от общества, от общества он получает через общественные фонды, через систему распределения продуктов, больше. Выгодно? Выгодно. То есть у рабочего может одновременно интерес у движения вперед к коммунизму, и интереса побольше получить от того пирога, который есть. Когда это у вашего коммунизма я дождусь? А это мой вот сейчас ближайший интерес. А есть партия рабочего класса, это авангард. Это ум, честь, совесть и так далее. Хотя мы знаем вот это высказывание Ленина насчет того, что партия есть ум, честь и совесть нашей эпохи, но именно примерно в это же самое время Ленин написал письмо Инессе Арманд и говорит, да, у нас коммунисты, у нас, говорит, все эти революционеры, это эсеры, там до 90% и меньшевики, а большевики до 70% не умеют думать, а только заучивают и повторяют слова. Вот мы с этим столкнулись вовсю, социализм, коммунизм, рабочий класс и так далее. Вот заучивают и повторяют слова. А есть партия, как авангард класса, должна бороться за что? Разве она авангард класса? За приоритет коренных интересов и добиваться этого приоритета, прежде всего от своих членов, потом от рабочего класса. А рабочий класс должен, имея в руках государственную машину, добиваться осуществления интереса во всех, так сказать, экономических и прочих делах. И вот, если дело обстоит таким образом, с этим приоритетом интереса, тут встает для характеристики уже дел в партии, то есть в политической области, и такое есть понятие, как аппортунизм. Вот у нас есть знаток аппортунизма, Борис Николаевич на меня смотрит. Как Ленин, что называл аппортунизм? Аппортунист, он говорил, не предает своей партии, не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – податливость к настроению минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность. Принесение коренных интересов движения в жертву побочим и семиминутным. То есть можно чего-то для партии, для класса делать полезное, хорошее и так далее, а на самом деле принесены в жертву будут вот эти самые коренные интересы. Аппортунизм – это широко распространенное политическое течение во всех партиях. И партии тонут под воздействием этого аппортунизма. На почве этого аппортунизма еще возникает и ревизионизм, который говорит, ну что вы, поскольку это не очень удобно, то начинают этих аппортунистов прижимать и говорить, что вы не туда идете, и вы думаете только о своих ближайших интересах, а не об интересах. Но когда этот ваш, опять-таки, коммунизм будет? Когда это будет светлое будущее-то? А пришли-то мы вот к темному прошлому, между прочим. Вот только тот, кто не придет к темному прошлому, кто заботится о светлом будущем. А тот, кто заботится о своих ближайших интересах, они сыграли роковую роль. Они оказались большой массой, которая содействовала, не мешала, по крайней мере, этому всему контрреволюционному перевороту, который у нас в стране произошел. Но они бы не сыграли этой роли, если бы не ревизионизм. А ревизионизм – это не оппортунизм. Вот иногда мы как-то в общении с нашими греческими товарищами как-то на это обращали все время внимание, потому что они все оппортунисты, оппортунисты, оппортунисты. Оппортунисты – это вот у каждого рядового человека, может быть. А ревизионизм – это изменение в теории. Это такие теоретические, в скобках, открытия, которые превращают в теорию, как раз пролетарскую, идеологию рабочего класса в идеологию буржуазную. Вот с этой точки зрения теория развитого социализма – это самое, что есть, ревизионистская теория. Вот представьте себе, значит, люди в это время, ведущие какую-нибудь теоретическую работу, вот как мы с Экатой Ивановичем, приходим с проблемой опасный, вредный, женский труд в таких-то условиях. Но он говорит, да вы что принесли? У нас развитой социализм, а вы что принесли вообще в журнов? Это все отлетается, никакие проблемы не решаются. Ну, раз он развитой. А вообще ничего не решается вперед, раз он уже развитой, все, уже конец, все, никуда идти не надо. Это теория остановки. Ревизия. Что такое ревизия? Ревизия марксизма – это изменение теории марксистской. Такое изменение, которое делает ее не марксистской. И делает ее прямо противоположной по содержанию. Вот что такое ревизионизм. И у нас ревизионизм махровым цветом расцвел. И те, кто раньше были ревизионистами, теперь стали певцами чего? Певцами в буржуазной России. И мы их всех знаем. Ну, Горбачок. Так он так, менял, 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 менял. И к чему пришел? И пришел к Ельцину. Ну, а Ельцин, он же был первый секретарь Свердловского. Потом первый секретарь Московского горкома был. Московского горкома. Там до инфаркта доводил некоторых секретарей, райкомов. А окончил тем, что он приехал в Соединенные Штаты Америки. И там, в Конгрессе, сказал речь о том, что мы, вот, я вам даст Владович, что мы уничтожили этого коммунистического идола. То есть он и теоретический, и практический предатель, изменник, и враг нашего народа, и нашего общества. И поэтому, и какой хлам, если у вас какая-то грязь есть, его надо везти туда, в Свердловск, там есть прямо специальный мемориал памяти Ельцина. Это вот именно то место, где надо всю дрянь собрать. А там и гнездится всякое теоретическое дрянь, и весь этот хлам пока идеологический, тоже там собирается, вокруг этого самого Ельцин-центра. Много денег на это дело потрачено. И вообще интересное было решение принято. Первый был указ, после того, как он уже перестал выйти, о том, что вся семья Ельцина освобождается от уголовной ответственности. Потому что уже тогда люди поставили, и депутаты, и многие товарищи поставили. Но мы в газете «Народная правда» просто писали, раздавить гадину, или подавим путь Ельцина. Нас за это закрыли на 40 дней, а потом отпустили, но уже у нас вагона 60 тонн бумаги не оказалось после этого закрытия. Так что кашляет газета после этого до сих пор. Вот Виктор Аркадьевич был заведующим аркадделом этой газеты. Он занимался как раз этим делом. Зампалок работе. Вот картина, откуда это все берется. Поэтому причин очень много. Любой интерес, хотите интерес интеллигента, хотите интерес рабочего, хотите интерес колхозника. Если он ставится во главу угла, а не ставится во главу угла интерес рабочего класса, все, получается переворот. Все, движение идет в пять. Значит, а как можно обеспечить приоритет, если есть различия в интересах? Только одним путем, с помощью государства. А государство есть оружие силы. Диктатура пролетариата. А что такое диктатура? Что такое диктатура? Власть не ограничена никакими законами. Вот, вот, сейчас люди знают, все. Власть не ограничена никакими законами. И другое дело, что рабочий класс это сознательно, так сказать, прямо это открыто говорит, он прогрессивный класс. А все остальные, вы видели, чтобы в каком-нибудь государстве, сейчас у нас их громадное большинство, этих государств буржуазных, где-нибудь было написано, что у них диктатура буржуазия. Да, боже упаси. Народное государство. Такое. Демократическое. Прочее. Все, что угодно. Но никто нигде и не написал, что это диктатура буржуазии. Поэтому кто ждет, допустим, товарищи трудящиеся? Раз у нас нигде не написано, что диктатура буржуазия, значит у нас диктатура пролетариата. Ну, у нас написано, что у нас уже выбрасили диктатуру буржуазии. Скажите, пожалуйста, диктатуру пролетариата, вот можно выбросить, когда она еще есть? Вот, если она есть на самом деле, можно ее выбросить? Я думаю, выбросили бы сразу того, кто стал выбрасывать. Сразу бы его выбросили из партии, и потом еще арестовали. Потому что диктатурка эта – это сущность социалистического государства. Человек, который выступает против сущности социалистического государства – государственный преступник, враг. И он заслуживает смертной казни. То есть, для того, чтобы выбросить, для этого нужно было подобрать и делегатов съезда. То есть, с одной стороны, болванов, которые готовы под чем угодно подписаться за что угодно, а с другой стороны, уже группу большую ревизионистов и оппортунистов. И таких таковых у нас в партии, в которой было 18,6 миллиона человек, набрать на съезд вполне возможно. Но для этого надо проводить хорошую работу. И она была проведена на 22-м съезде. Потому что мало того, что выбросили диктатуру в трет, а цель производства – какая была цель производства у нас? Значит, в первой программе партии Плеханов написал – а вот цель производства – удовлетворение нужд общества. Ленин говорит – нет, интерес-то еще это могут дать. Надо для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Ну, Плеханов, как большой ученый, согласился с этим. И так оно вошло, в первую. Во второй программе, которая уже в 19-м году принималась, на 8-м съезде, там все этот кусок от цели производства был… Это вопрос вообще от цели экономической, это экономическая основа общества. На 22-м съезде выбирают цель эту? У вас есть потребность лекции эти слушать, а у меня есть потребность купить. Все более полное удовлетворение растущих материальных потребностей духовных. То есть у кого-то есть потребность наркотики курить. Есть потребность? Все более полное удовлетворение. То есть выкинули цель социализма. И чтобы выкинуть цель социализма, ну, надо, так сказать, отстранить вообще тех, кто понимает от всякого, так сказать, влияния на эту самую государственную власть. И надо сказать, что, скажем, те обществоведы, которые против этого выступали, им приходилось искать такие средства массовой информации и такие организации, которые бы это поддержали. И лиц конкретно по всему Советскому Союзу. Потому что, скажем, началось вот это открытое выступление с изложением того, что на самом деле идет контрреволюция, начались они со стороны писательских организаций, со стороны двух журналов. Журнал один называется «Октябрь», который возглавлял Всеволод Кочетов. И он написал книгу «Чего же ты хочешь?». Книгу, в которой написано, что идет острейшая идеологическая борьба. И он уже, так сказать, у него был рак ноги, он уже заболевал, но он в конце своей жизни, вот он первым об этом публично сказал в массовом порядке. Это же читаемый журнал, широко расходящийся, и в нем было написано, что происходит. И книгу написал, и журнал, так сказать, бил на бак. И журнал «Молодая гвардия», который возглавлял известный всем знакомый писатель Анатолий Иванов. Ведь все знают его и книгу, и роман. И там выведен, в виде полипа выведен, выведен Хрущев. Совершенно ясно, что он именно такой и есть. И там показано, что бывшие, может, красноармейцы, как, например, Федор, они могут выставить потом, пойти на сторону гитлеровцев. Поэтому там показаны настоящие коммунисты, которые как стояли, за что стояли. Они так на этом пути и остались. А были люди, которые виляли, уходились. Запутавшиеся, там есть работники КГБ, которые борются с контрреволюцией. Они как-то думают, где контрреволюция, как с ней бороться. Они все вроде социалистические, все наши. И в то же время видят, что какая-то враждебная сила действует. Скажем, вот эта тенденция, она же складывается и здесь. Вот миллионы людей сделают не так. Как надо рабочему классу. Миллионы хороших людей. И получится какая-то тенденция отрицательная. К развалу социализма. Поэтому я думаю, что если бы люди думали о том, а что будет при полном коммунизме, они бы, может, и при социализме по-другому себя вели. Если бы на эту тему рассуждали, но для этого надо диалектику отучать. Как вы думаете, борьба нового со старым? Вот об этом Сталин писал. Будет при полном коммунизме нового со старым? Будет. А новое рождается в большинстве голов или в одной, в двух, в трех? То есть новое, когда рождается, оно как? Или там у рабочих, у колхозников, у интеллигенции. В одной, в двух, в трех. Оно всегда в меньшинстве. Но раз оно в меньшинстве, а широко распространенный принцип, об этом Гегель говорил, что вот есть, так сказать, широко распространенный принцип. И, так сказать, естественно, вот новый принцип, он терпит поражение. А потом он в этой борьбе закаляется, потом он набирает силу, и, наконец, он тогда начинает побеждать. И вот хочется на этом, так сказать, оркестр, чтобы заиграл, и сказать, все хорошо. А появляется новое, новое, по отношению к которому вот это уже новое, которое было новым, старое. И начинается все то же самое. И идет, и получается, что надо нам исполнять ту песню, с которой шли красноармейцы. И вся та наша жизнь есть борьба. И вся та наша. И то есть она не то, что будет при социализме, она и при коммунизме полном будет. И когда говорят, что социализм есть уничтожение частной собственности, это некоторые понимают так. В коммунизме есть все учение, говорили Маркс Энглес, наше, может быть выражено одной фразой, уничтожение частной собственности. Это что значит уничтожение частной собственности? Не то, что уничтожили все, и коммунизм наступил, все. Нет, это означает постоянное уничтожение частной собственности. А что значит постоянное уничтожение частной собственности? Это постоянное укрепление, развитие общественной собственности. А что такое развитие общественности? Вот это большая проблема. То есть фразой-то можно выразить одной, но нужно. А у нас была какая собственность? Государственная. Если государственная собственность, если характер государства меняется, она противоположная. Ну и собственность сразу становится частной. Сразу. А какой частный? Есть, так сказать, управленцы, которые до этого вроде служили рабочему классу. А раз они служили рабочему классу, они обеспечивали общественные интересы. И тогда получается общественная собственность. А если это государственная собственность, но не служит рабочему классу, то это не в общественных интересах, то государственная собственность не является формой общественной. Некоторые граждане у нас и сейчас, и раньше никак не могут понять, что государственная собственность сама по себе не общественная. Ну все знают, что такое государство? Это дубина. Это собственность этой дубины. когда собственность этой дубины будет общественной, когда эта дубина действует в нужном направлении. Как только она перестает быть диктатуру Патриата, она уже не может действовать. Как только люди даже сформулировать не хотят или убирают из программы, это значит они уже из жизни давно убирают. И мы знаем, что ликвидация министерств прошла в 1900 отраслевых министерств, то есть централизованное плановое управление разрушать начали в 1956 году, а вот в 1958 уже начали разрушать всю систему государственной собственности на трактора и машины, которые обеспечивали подчинение колхозного производства общественным интересам. Вот только тогда это колхозное производство тоже является формой общественной собственности. А так вы знаете, что любой кооператив это что? Это частная собственность членов кооператива. Поэтому когда вот тут он, Собчак выступил, давайте кооперативу начнем. Есть члены кооператива, а есть работники нанят этими кооперативами. Члены кооператива это, считай, капиталисты, а работники уже пролетари и так далее. Но, так сказать, в этом мало кто, к сожалению, разбирался. Вот. А, так сказать, я думаю, очень хорошо, что мы все-таки эти вопросы тут разбираем, чтобы, ну и совпредь, второй раз на такие же грабли не наступать. Вот, так сказать, картина. А вот, если понимать это, то некуда деваться тогда от этой самой, от перехода к капитализму в этом случае, потому что государство становится не государством рабочего класса. А государство не может быть никаким. Оно или государство рабочего класса, или государство буржуазное. Кто этого не понимает, говорил Ленин, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его один только на собрание, но и на трибуну пускать стыдно. Не бывает то здесь вот такой, чтобы оно оставалось. Но, когда называется этот дикатурный политикат, оно может не быть. А уж если его сняли и убрали, это, 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 это поступок врагов вообще социализма, врагов партии, врагов коммунизма. И поэтому, если эти люди, если и у них не стояло еще, можно думать, что они там не додумались, не поставили, а если убирают люди это, ну это понятно. Тем более, что вот насчет, вообще народного государства, Энгельс издевался, говорит, пока оно народное государство, то есть, пока оно государство, оно не народное. А если оно народное, оно уже не государство. То есть соединение двух слов, «народ» и «государство» исключается. Потому что это жареный лед. Не бывает народных государств, то есть это все государства классовые, это надо вот нам всем зарубить на носу. Вот поэтому, значит, вот причины отрицательных тенденций. Но я еще не все противоречия назвал. и сейчас я их назову в оставшееся время для того, чтобы производство развивалось в интересах рабочего класса планы делать в интересах этого класса вот у нас сейчас в буржуазии даже в интересах буржуазии не может план создать вот они тут собрали, правительство начали смотреть у нас тут стратегическое планирование какое стратегическое планирование все раздергано на отдельные проекты ничего нет, никаких планов нет ну это же единая монополия у вас у вас более 50% до 70% по разным расчетам государственный сектор а у вас там госкапитализм то есть они отдельные фирмочки каждый себе кладет в карман государственные деньги, называет это зарплатой и забирает прибавочную стоимость она не передается классу капиталистов и государству в целом а уж who останется ну кто решает вопрос о зарплатах фирмочки эти решают ну вот оно ведет государству и все время нет денег все время нет денег Я вот когда готовился к этому свиданию, как раз мне попалась газета, российская, хорошая газета, она данные хорошие дает. Да вот там начинается статейка о том, что вот там кто-то 115 миллионов украл. Я даже и читать это не хотел, думаю, ну что 115 миллионов, когда там у нас другие уже заданы масштабы. И вот оказывается заместитель начальника генерального штаба РФ, 6,5 миллиардов присвоил. И накупил и недвижимость, и вот Москву, и детям, и родственникам, все хорошо, 6,5 миллиардов. А вот тут совсем недавно почитал, и тут несколько миллиардов тоже товарищ из МВД тоже занялся. То есть страшное дело. Ну это понятно, если у них приоритет своих интересов. Если меня вот, если я стою на принципе приоритета личных интересов поставить куда-то, что должен делать, если меня сделают министром? Семьяхов. Правильно. Приятно иметь дело с грамотными людьми. Семьяхов, ну и хапают. Ну такая, что же. Как он может? Я даже не понимаю, как вот поставили людей министрами. Они должны за это время, пока они министры, все сделать, чтобы потом, когда их прогонят, а прогнать их могут в любой момент, как показали, без особенного объяснения. Так, говорят, очень хорошо, все очень хорошо. Выйдите отсюда. Ну примерно так получается. Нет, пожалуйста, выйдите отсюда, не говоря, что так прямо выйдите. Спасибо вам большое. Когда говорят, спасибо, и открывают дверь. Ну вот, так что, особенно, то есть не то, чтобы их трудно было найти эти причины, а тот, кто диалектически рассматривает это, он их увидит. Так вот, что у нас за собственность общественная, как она, как экономическое содержание, не как название, которое можно повесить на ворота завода, а как экономическое содержание. Это планомерное подчинение производству общественным интересам, тем же самым интересам рабочего класса. Есть планомерное подчинение интересам рабочего класса, есть общественная собственность, нет планомерного подчинения интересам рабочего класса, нет общественной собственности. А тут встаёт две сложности. Во-первых, вы полностью интересы рабочего класса не изучите. То есть, как бы можно их всё глубже и глубже понимать, но никогда уж сказать, что дальше мы уже до конца. Поняли? Нельзя. Тем более, что жизнь меняется, интересы меняются. Это, во-первых. Это вопрос, можно сказать, гносологический, что познание наше, оно по способности, можно познавать всё, но по возможности каждый человек или каждое поколение людей или каждое общество, оно не может всё познать за время своё существование. И поэтому всегда есть элементы стихийности. Это полдела. А самое главное, что вот вы составили план в интересах рабочего класса, а я не вообще рабочий класс, а отдельный рабочий. А у меня есть отдельные интересы, кроме коренного. У меня ещё есть интересы. И пока я буду ждать, когда мы там придём к увеличению общего пирога, я хотел бы отрезать большую долю меньшего пирога. Это выгодно рабочему? Интеллигенту это выгодно, чтобы я больше вас получил. Видите, какой я интеллигент? Я и должен больше вас получать. А вы считаете, что если вы интеллигент, должны больше меня получать? Галко. Только он считает, что он должен меньше всех получать. Короче говоря, а что, крестьяне от этого, колхозные крестьяне, от этого, так сказать, свободны? Никто от этого не свободен. То есть, противоречивы, сами интересы. Это же не развитые, не полные коммунизмы. Здесь всё ещё находится в процессе своего становления. В этом смысле. То есть, становление социализма завершено, а становление полного коммунизма идёт дальше. Вот поэтому этих причин, отрицательных тенденций так много, что, действительно, всё, так сказать, весь вывод, к которому мы должны прийти, путём анализа этих всех причин, сводится к тому, чтобы вести борьбу, планомерную, планомерную, энергичную, последовательную борьбу за интересы рабочего класса и осуществлять диктатуру пролетариата. А как вы её будете осуществлять? С помощью государства. А раз государство, вы наберёте чиновников. А если вы наберёте чиновников, у них появятся интересы, связанные с тем, что они-то не рабочие, а чиновники. И тогда сразу появляются чиновничьи болезни, связанные с управлением, а именно карьеризм, бюрократизм, ведомственность, местничество. То есть, опять на первое место может выставлен интерес, который связан с занимаемой должностью, а вовсе не с тем, какие задачи должен этот чиновник решать. И как решаются эти проблемы? Как разрешать, как бороться с этой негативной тенденцией, с этой причиной? Ну, Ленин их три нашёл, по крайней мере, способа. В «Газударстве революции» все можно прочитать. Первый. Первый – это партмаксимум. Если члены партии в управлении, вот зарплату хорошего рабочего, и всё, выше не может получиться. Остальную партийную кассу сдаём. Это хорошо или плохо? Это стимул. Хотите, чтобы у вас была большая зарплата? Ну, поднимайте, поднимайте, поднимайте производство. У рабочих всех стало много, и у вас стало хорошо. А у нас, наоборот, у рабочих не быстро поднимается, а у ту-ту-ту-ту-ту-ту. И как сейчас в Думе, там, 400 тысяч. Они видели, обсуждают пенсионный закон. Но у нас их два. Для трудящихся один закон, закон о трудовых пенсиях, а для госслужащих другой. 75% от дохода по занимаемой должности. Если я в Думе, у меня 400 тысяч, 75% берём – 300 тысяч. Вот 300 тысяч у вас было на пенсии. Хорошо же с 30 тысяч? Да, я чувствую, что вы, наверное, имеете такую же пенсию. Неплохо было бы такую получить. Так что, первое – это партмаксимум. Поднимайте, то есть, кто хочет, даже с точки зрения каких-то личных интересов, ну, поскольку, если строго это, то установить партмаксимум. Ну, нет другого выбора, потому что отберут. Или в партию не ходи. Допустим, вы не пошли в партию, и получаете. А я вот это, он сдаю, он дал коды, сдаю, он складывается, складывается. И куда-то на партийные нужды потом, я не знаю. Он там тоже, наверное, придумал, как использовать. Второе. Вторая норма. Никаких денег на представительство. Никаких званых обедов за казённый счёт. Никаких приёмов за казённый счёт. Вы хотите кого-то принять? Принимайте. Зарплата есть? Ну, какая есть? Не обессудьте. Ну, есть. Хлеб хватает, принесите свежий хлеб. Масло купите, если на масло есть деньги. Ну, нет, значит, и соль тогда приготовьте. Хлеб, соль – это же нормально всегда. Хлеб, соль. Давайте будем встречать друзей с хлебом, солью. Нас к этому и ведут сейчас, чтобы мы с хлебом, солью и встречали. Вот, приближающиеся какие-нибудь праздники. Значит, никаких денег на представительство. Иначе разлагает это всё. Вот я недавно прочитал постановление, что в целях, так сказать, патриотической нашей закалки, теперь надо идти на представительские нужды не закупать иностранные вина, а только наши российские. То есть, пьют, пускай пьют, но наша. За казённый счёт. Патриотично. Хорошо, патриотично. Правда, и выпиваешь, и чувствуешь, что ты выпиваешь. А наша, крымская, у нас крымская вина, крым наш. Раз! Красота. Ну, и третья мера. Это самая трудная мера, о которой много писали, много говорили, и её, так сказать, в общем, и не реализовали. В программе было записано, в партии, о том, что надо перейти к шестичасовому рабочему дню с обязательством для каждого трудящегося два часа ежедневно выделить практическому обучению техники государственного управления и военному и профессиональному искусству. То есть, чтобы, как писал Ленин в «Государстве и революции», каждый на время должен становиться бюрократом, и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. Но здесь расходится расхождение, идёт между троцкизмом и ленинизмом. Ленин считал, что бюрократизм может быть у каждого работника управления. Почти у каждого. Но это болезнь, которую нельзя вырезать, как нарыв. Это болезнь, которую нужно лечить. А как ему? Только всеобщим участием в управлении. Всеобщим. И откладывать это никуда нельзя. Будешь откладывать – отложится социализм, как показали события. Откладывать нельзя. Поэтому и бороться нужно за это самое свободное. Нет свободного времени, и за революцию не поборешься, и за профсоюзное дело. Но нет людей времени. Некоторые люди думают, он им 100 тысяч дадут зарплатой. И три дня, у меня вчера товарищ из Иркутска позвонил, Владимир. И три дня дают в месяц отдыхать. И они уже некоторые, ну, как говорится, уже совсем почти больные. Ну и умрут так на этой работе. А умрут, новых наберут. Вот проблему нашли сейчас. Что у нас некого набрать? 100 тысяч, конечно, наберут. Да, и у нас катастрофически идут сверхурочные работы, и всё. Причём это никто не заставляет. И это говорит о том, что рабочий класс не понимает своих коренных интересов, и продолжается опять этот вот оппортунизм самих рабочих очень сильный. Вы отказываетесь от самой возможности бороться, потому что нет пространства для борьбы. Но если вы не продумали, нет у вас никакого свободного времени, вы не сможете ничего отстоять, защитить, добиться, победить. Поэтому другого способа нет. Поэтому линия тут только одна. И в наше время, вот сейчас она, а не только при социализме, и при капитализме даже линии. Больше всего ценить свободное время и бороться за сокращение рабочего дня. Сокращение рабочего дня позволяет развернуть действительно борьбу за свои коренные интересы и перейти уже от капитализма к социализму. И я напоминаю, несмотря на то, что вот тут Медельев кучей, так сказать, отменял всякие там указы и декреты, и даже декреты в 8-часовом рабочем дне, а вот рабочий класс мог бы сказать, да мне плевать на эти отмены. Рабочий класс установил себе 8-часовой рабочий день в Петрограде летом 17-го года до всяких декретов. А декретом большевики просто продемонстрировали свою верность рабочему классу. Они декретировали то, что рабочие люди стали делать. Не работайте больше 8 часов, и все. Я об этом уже и говорил, что начните забастовку, а форму забастовки определяет забастовочный комитет. Если вы сумеете организовать забастовку, пожалуйста, определите, что она у вас проводится в форме частичного прекращения работы на какое-то время, на 2 часа. А вы эти 2 часа хотите в середину ставьте, хотите в конец, хотите в начало рабочего дня. Это ваше дело. И добивайтесь с помощью этого времени свободного, добивайтесь других. А если у вас нет времени собраться, подготовить требования, организоваться, но у вас ничего не получится, ходят эти одиночки, которые готовы пойти на амбразуру и жертвуют собой. Нам жертвы нужны? Или нам нужна, как говорил Ленин, нам нужна мерная поступь? Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата. Поэтому мы, скажем, об этих причинах с вами говорим. Не для того, чтобы сказать, что есть причины, что у нас ничего не получается. Поэтому теперь все знают, и я это все изложил, мы всегда оправдаемся. Столько у нас причин, столько нам всего мешало, что уже ничего мы и не должны. Вы чего хотели? Я один. А что вы от меня хотите? И вы один. И вы один, правильно? Вот. То есть, если мы не будем коллективно и дружно бороться с этими самыми тенденциями, которые вытекают из этих причин, они, вот я перечислил их, они торчат, если взять диалектический постановку вопроса сделать, тогда можно с ними бороться и двигаться вперед. Давайте будем бороться и двигаться вперед за диктатуру пролетариата. На все. Вопросы поступили. Пожалуйста, вот. Читайте. Дергунов Владимир. Была ли в СССР в какой-либо из периодов изжита товарность, производство, как одна из негативных тенденций социализма? Негативные тенденции эти, товарность, это момент непосредственно общественного производства. Поэтому никогда она не была изжита и не может быть изжита в первой фазе коммунизма. Никогда она не была изжита. И пытаются ли в наше время где-либо бороться с товарностью? Вы не путайте. Товарность – это я такую категорию ввел. До этого писали у нас просто о товарном производстве. Товарность – это не товарное производство. Товарное производство – это производство товаров. А товарность – это момент непосредственно общественного производства. Вот вы хороший человек, а у вас недостатка есть? Ладно, у вас нет, у меня есть. Мне уже труднее доказывать, что я хороший человек, но недостатка у меня точно есть. Вот товарность – это момент непосредственно общественного производства Этот момент исчезает с переходом в высшую фазу коммунизма Поэтому он не может нигде и никаким образом, ни в какой стране Михаил Васильевич, а где у классиков Пр отсутствие антагонистических интересов при социализме? Что антиобщественные интересы размажены по всем классным слоям общества? Значит, в великом почине прямо говорится, что произошло с переходом, с уничтожением антагонистических классов Переход к социализму состоит в уничтожении антагонистических классов Ну, раз социализм, значит, когда называется общество социалистическое? Когда антагонистических классов нет Нет классовых антагонизмов И если они еще есть, значит, вы и зря называете это общество социалистическим Подождите, когда будут закончены все классовые антагонизмы И останутся различия А вот с этими различиями уже антагонизм действий может быть Потому что, когда мы говорим об антагонизмах Мы имеем в виду непротивоположность интересов Внутри одного человека Что вот у меня есть и такой интерес Хочу и воды попить, и катушкой поесть А вот надо тут выбрать Потому что сказали, что или это надо, или это А вот как-то два дела не получаются Нельзя тут говорить об антагонизмах Это противоречие Антагонизмы говорят, когда противоположны коренные какие-то интересы Коренные интересы рабочего класса, интеллигенции и колхозного крестьянства Не антагонистичны Не антагонистичны А вот сами по себе они очень сильно различаются Кто самый заинтересованный в построении полноакунина Рабочий класс Кто, скажем, на втором месте стоит по заинтересованности в колхозное крестьянство Потому что им больше путь надо пройти Для того, чтобы получить свободное всестороннее развитие А интеллигенции, давайте занимайтесь спортом И вы, так сказать, такие проблемы, что у вас, так сказать, горбатости У вас, так сказать, плохое физическое развитие Сможете преодолеть Вот они ходят, бегают там, вместо того, чтобы по воздуху, по каким-нибудь дорожкам Заодно деньги платят тоже хорошо для тех, кто с них деньги и четыре сет То есть противоречия остаются Но антагонизма здесь нет Великий почин Твердо в великом почине за фундаментальная работа В которой говорится о том, что такое социализм Что вот есть сначала преодоление класса антагонизма А потом надо преодолеть различия А что такое различие? Различие – это различие в тождестве Различие – это различие тождественного Само понятие различия у Гегеля в науке логики Это различие тождественного Вот они так все Вот вы социалистические, вы социалистические, вы социалистические Но раз есть различие, значит, как только возьмут Не интересы рабочего класса во главула Поставят какие-то свои особые Все Даже не обязательно целые группы Там все группы интеллигенции Или все группы колхоза Такого нету Некоторые интеллигенты хуже Самых худалов, может быть, рабочих Почему? Потому что они еще идейно освещают эти гадости Которые другие просто делают практические А они их оформляют так красиво И размножают их, так сказать, в масштабах общества Это во-первых А насчет равноверно размазанных Самого этого слова размазанных мне не нравится Я бы так не сформулировал То есть они, во-первых, они неравномерно И не размазаны А эти самые интересы, во-первых, сами по себе разные У рабочего класса, у крестьянства И колхозного, и в интеллигенции разные интересы Но каждый человек Каждый человек имеет коренные интересы и некоренные Причем некоренных у него бесконечно много А коренной – один Коренной в обществе – один Интересы рабочего класса – один А все остальные интересы Любой поставьте во главу угла И у вас получится противоположность Интересам рабочего класса В этом смысле они не только что не развазаны Они скучно, так сказать, собраны У всех они есть Это же противоречие самого общества всего Это ко всем относится Это Социализм – это классовое общество Или первая фаза бесклассового общества? Это первая фаза бесклассового коммунистического общества Или бесклассового общества в первой фазе Если это бесклассовое общество Хоть и в первой фазе Значит, что здесь? Какое начало главное? Общая заинтересованность? Или противоречие интересов? Конечно, общая заинтересованность А противоречие интересов есть? Есть Вот и все И тогда будет все нормально И все в порядке И даже это можно называть Разномерным размазыванием Но даже если вы когда размазываете Наверное, вы видите Вот, даже когда бутерброд делают Тут больше масла, здесь меньше Думаю, ладно, их съем. Ничего страшного, что так неравномерно размазано. Сознательно ли Хрущевы ликвидировали социализм или хотели как лучи? Сдуру. Нет, я думаю, Хрущевы сознательно ликвидировали социализм. Сейчас вся история об этом свидетельствует. Скажем, меня к этому выводу привело к завершению изучения сочинений Сталина. Потому что когда видишь там в последних томах, которые издал Ричард Косолапов, там в частности говорится о писаниях Хрущева. Он в правде свое видение села обрисовал. Что они там собирают, значит, все в кучу, все дома, так сказать, свозят или ставят. И исходит не из примата производство, что мы развернем, так сказать, в колхозе производство во всех его подразделениях, во всех селах, на всех полях. И тогда будем богатые. А если мы будем богатые, то будем строить мощные, хорошие жилища, металлополитеты. Нет, он, значит, разрушает целесообразное производство. Зато, значит, тут какие-то дома без участков появятся, без перезабитых. И он, этот самый Хрущев, такую вещь издал. А издал, ну, это уже было высокопоставлено. Он на 19-м съезде был докладчиком по уставу партии. По уставу партии. То есть это большая величина. И вот он, значит, выставил с этим. И Сталин сразу написал резко, что вы вообще, так сказать, все неверно вообще, понимаете, в принципе. Что вы вообще толкаете не туда и так далее. И он такое гнусное, покаянное письмо написал Сталину. Да, вы все правы, вы все хорошо. Я исправлю все, переделаю, как делают все вот самые страшные подхалимы. И вот это подхалимское письмо он написал, правды опубликовал. Везде написал в этом письме, что я от всего отказываюсь. От всего. Вы там сразу от всего бы не стали отказываться. Что-то вы, может, отказались, от чего-то нет. И он все, он отказал. Как только Сталин умер, он это все сделал, то, что собирался. И все это разрушил. А кто отрезал эти самые приусадебные участки, с которыми связан интерес колхозников и рабочих вот в области, там, под Леградом, под Псковом, там, в пригорном хозяйстве? Кто-нибудь Сталин отрезал эти участки? Нет. У меня вот дядя работал каталем на кирпичном заводе. Михаил его зовут тоже. И он, у него, понимаешь, у него свинья, корова у него какое-то время. Пять детей было, корова, мясо было. Не надо было идти в магазин. Потом смотришь, нет у него уже, коровы уже нет, свиньи уже нет. За грибами пошел, рыба лает. Ну, и все время там какие-то вещи были. И там люди имели, был, соответственно, пастух. И вечером эти рабочие со входа встречают эту самую корову, заводят туда. Раз Крущев это все убрал. И что? А мясо не дал. А мясо-то его как не было в магазинах, то его только стали свозить. Раз повышаются цены. И раз мясо становится все меньше, стали резать коров. И вот с того времени все резали и резали. Вот у нас где-то 20 миллионов было скота в 90-е годы. А сейчас где-то около 9, а может уже около 8. А вообще цифры сейчас они говорят. Как узнать, не знаешь, как у нас этого крупного логотового скота. И все меньше. В Советском Европе 106 миллионов, сейчас 16. Вот. Да. 106 или 16. Представляете, какая картинка? Вот. Так что, эти не хотели как лучше. Это типичный, так сказать, Полипов человек, который свои мысли скрывал. Ну, я имел беседу с Всеволодом Кочетовым. Я написал по поводу его книжки. Ну, своего рода, так сказать, оценку. Письмо большое. Письмо Кочетов прочитал. Приснал мне ответ. Говорит, приезжайте, поговорим. Я к нему приехал в Переделкино под Москвой. Он лежал уже. И он мне рассказал, что Хрущев был связан с раскистами. Самым тесным образом. И он пришел, перед выборами очередными, пришел в ЦК, пришел к Сталину рассказывать. А Сталин уже пожилой был человек. Что вот я, у меня в молодости имелись связи с раскистами. Ну, Сталин говорит, ну, с кем не бывает. И сейчас все, я уже освободился. И когда его избирали, и кто-то сказал, что у него уже были связи с раскистами. Сталин, да знаем, ну, это по молодости у него был. Как мы уже знаем? Судим же мы по делам. Вот спрашивайте, сознательно или нет. Чтобы такую работу проделать по разрушению социализма, нужно, конечно, иметь не только, так сказать, не только глупости в голове, а иметь и цели. Потому что очень быстро делалось сломать всю систему государственного планового управления и вернуться к коднархозам, которые были при Ленине. А при Ленине социализма не было. И все это под знаком, что я сказал, вот ленинизм подлинный, у нас будет вот сейчас субнархозы. Что значит? Не будет, значит, централизованного хозяйства. Значит, не будет общественной собственности. То есть не будет плановерного подчинения производства общественным интересам. Теперь в сельском хозяйстве. Почему колхозы были формой общественной собственности? Это еще Сталин разъяснял. Потому что собственность у нас государственная на землю и государственные на все машины, основные средства производства, сельскохозяйственные. Нету там у колхозов что? Постройки, коровы, свиньи, овцы, куры. Это что? Это же средства производства. Поэтому какая была связь у рабочего класса с колхозным крестьянством? Мы вам все обрабатываем, а вы натурой нам сдаете за эту самую обработку. Больше обрабатываете, больше сдаете, больше мало обрабатываете и так далее. Вы хотите другое делать, сажать? Сажайте, только мы вам машину на это не дадим. Поэтому очень четкая была система. Вот эту систему разрушил в 58-м году Хрущев. В 58-м году разрушил. До всяких там вот этих изменений в программе. Но я думаю, что если взяли и застрелили Берию, который занимался ядерной программой и космической программой, и строил, между прочим, Московский университет. Поэтому до сих пор зона А, зона В, зона В. Поэтому неудивительно, что так произошло. Чернов, Олег, нужно ли использовать различные социальные группы, борющие за свои интересы, нас меньшинство, зоозащитники, феминистские, прочие меньшинства и социальные группы, как временных союзников. И как сразу для вербовки сторонников. Вы куда, союзники, в чем? А что за прочие меньшинства? Какие у вас? Это, во-первых, никакие не социальные группы. Но они в единице? У нас есть социальные группы, которые определяются, вот у нас, в марксизме, по положению в производстве. Мы их все знаем. Большие социальные группы. Это кто такие? Это рабочий класс, это, так сказать, крестьяне, мелкие буржуа, это капиталисты. А это кто такие? А это все друзья капиталистов. И это шантропа, в которой, так сказать, вот этот своим шумом и треском, она мешает в ясности классовой борьбы. Некоторые люди думают еще с ними, так сказать, в союз входить. Ну вот со всякой гнилью не надо входить в союз. Сами будете весь пропитанный гнилью и пахнуть будете. Временные союзники. Время закончилось уже, союза с ними. Все. И не начиналось. Какие-то, может, союзы. И как среду для вербовки сторонников. Да не надо нам их вербовать. Да вот надо, наоборот, поставить пулеметы, чтобы отстреливаться от них. Они так лезут со всех сторон. Во все партии заходят, маломальские такие, коммунистические. Во все. Отстреливаться надо от них. И не выгнать никак. Даже у нас московская организация так испугалась одного, который был феминист. Что даже не могли спокойно его послушать. И потом так вот и разойтись. Чтобы в собрании было, так сказать, все проголосовано. И все. Они даже прятались, а отдельно провели без него собрание. Ну, перепугались. Союзничек. Так. Брать их лозунги и включать в свои программы. Вот это да. Какие-то лозунги у них включают. У нас еще свои программы включать. А у вас еще в голове нет свою программу написать? Зачем включать? Взять всякие отбросы общества. Их брать их лозунги. Какие у них лозунги? Можете хоть назвать один какой-нибудь лозунг? Который можно было даже рассматривать для включения в программу. Вообще, чтобы включить лозунги в программу, нужно изучать, что и всякие меньшинства, изучать интересы рабочего класса. И больше ничего. Больше ничего для этого не надо. Не надо ничьи, какие лозунги брать. Как часть вопросов, требующих разрешения. А что тут разрешать? Все написано у Энгельса по поводу этих сексуальных меньшинств. Все написано, что любовь – это то чувство, которое связано с деторождением. А если это не связано с деторождением? Семья. Построенная на любви. Что тут непонятно? Происходение семьи, частной собственности, государства. А если у вас союз какой угодно, это не брак. Это что-то другое. То есть это брак в другом смысле, как на заводе. Брак называют. Это бракованные люди. Ну, бракованные люди. Без брака же не бывает и хорошего производства. Поэтому на это надо смотреть. Ну, как на то, что… Ну, я с ним нормальный. Ну, с этим нормальностью приходится жить. Ну, если он будет нам мешать, орать, кричать, я уже публично говорил, и в том числе под запись на экранах. Если будет мимо моего дома подходить такой, там, с требованием каких-нибудь сексуальных, я выйду и дам ему палкой по голове. Ну, ничего, никто не проходит. Ну, я первый этаж, я с удовольствием бы сделал. Но что-то где-то обходит пока. Вопросы. Так, Виктор Аркадьевич. В современном Китае все три противоречия нарастают. То есть негативные тенденции преобладают. Вопрос. Ну, не знаю. Я не сказал, что там негативные тенденции преобладают. Там государство имеет более 55%. То есть там такой, так сказать, пакет, в смысле производства, достаточно крупный. И он тем самым гарантирует движение вперед. Там 13-й, 5-летний план. И планы там директивные. И строго их выполняют. Теперь идет движение к капитализму. Движение внутри не так, чтобы... Движение к Китаю не идет к капитализму. Есть движение к развитию капитализма в капиталистическом секторе. Там есть какой сектор? Патриархальный есть в Китае. Сидят там что-то, тарис сами выращивают и все. И никакой товар. Там есть мелкая буржуазия, которая производит игрушки и по всему миру ими торгует. А есть люди, которые скупают, продают и так далее. Тоже мелкая буржуазия и торговая. Этот уклад тоже есть. Куда развивается мелкая буржуазия? В буржуазию. Куда развивается крупная буржуазия? Просто буржуазия. В крупных буржуазиях. Там есть миллиардеры. В такой большой стране, где миллиард четыреста миллионов. Мы миллионеров, соответственно, много. То есть там все уклады развиваются. И у нас также они развивались. Если вы посудите историю Советской России, у нас развивалась политика НЭП. В чем заключалась? Допускается вам развивать. Вы будете производить продукты, товары какие-то. Продавайте, пока мы не производим. Как только мы начнем производить больше и дешевле, я вас не буду закрывать. Вы закройте сами. У вас никто не будет покупать. Дураков нет покупать. Вот там вы и моложе, и красивее. А будут покупать у меня, если у меня дешевле. Вот и все. И этот фокус продемонстрировали. У нас никакой НЭП никто не закрывал. НЭП закончился. То есть допустили и победили. Где? В экономической борьбе. В экономической борьбе наращивается год. Конечно, Соединенные Штаты Америки превосходят не только свой там этот вшивый сектор. О чем мы говорим? Они вышли на первое место сейчас по паритету покупательной способности, по объему. Это колоссальный успех социалистических стран. Социалистической страной называется страна, установившая диктатуру полетариата. А до построения социализма они говорят сами, что и нам лет сто надо. Ну, а вы будете спорить, когда там миллиард четыреста миллионов? А может и сто пятьдесят немного. Так что нам бы, конечно, хотелось. А если вам хотелось, а что вы сами потерялись здесь в нашей стране? Нам скажут. Ребята, что вы там там? Чего нам заглядываться на Китай? Давайте им расскажем наши вот эти вещи, чтобы они знали. Они хоть и коронавирус, но они посмотреть это могут. И русскоязычных там полно. Теория социализма XXI века. Имеет ли шансы вооружить на победу пролетарских коммунистических тенденций? Нету такой теории социализма XXI века и быть не может. Есть теория социализма. А сколько веков будет социализм? Сколько будет, сколько и будет. Теория социализма есть. Она от века не зависит. Как и теория капитализма. Вот скажем, капитал Маркса. Да когда он имеет не историческую ценность, а теоретическую ценность? Ну, пока не будет построен коммунизм на всей земле. Потому что, если от коммунизма, я уже говорил, можно вообще двинуться тоже назад. Так, но все равно надо изучать. Чтобы туда-то не заходить снова. Поэтому никакие люди, которые проснулись, они сейчас в XXI веке, они так говорят. А раз мы здесь, в XXI веке, будет теория социализма XXI века. А вот в XXII веке, а тогда будет теория социализма XXII века. От века что зависит, что ли, теория? Да никакого такого века она не зависит. Она зависит от того, развивает эту теорию или нет, и кто. И развивается она так. От одних крупных ученых, к другим крупным ученым развивается теория. Ну так давайте развивать будем эту теорию. В XXI веке. Если мы живем в XXI веке, давайте будем развивать чего? Теорию социализма, которую мы будем развивать в XXI веке. Ну как можно ее развивать? В том числе в частностях. В том числе, скажем, мы этот вопрос о падении социализма, мы должны разбирать, и это тоже вопрос теории социализма. Правильно? Если мы не хотим, чтобы построили, а потом разрушилось. Построили, построили. Можно на такие здания строить, которые не подлежат саморазрушению. Они не подлежат, как выяснилось, только при постоянной борьбе. Поэтому формулировки, которые у Ленина, они связаны не с тем, что вот есть определение социализма. Но есть определение социализма. Это что это такое? Это коммунизм в первой фазе. И все. А существование и движение социализма, коммунизма, связано с диктатурой предприятия. Есть определение диктатуры предприятия. Какое? В Великом Почине. Вот это вот руководящая роль рабочего класса. Это все? А мы кроме определения не знаем. А сущность? Это не круче, чем определение? Определение это вот, скажем, если в математике берете, там определение везде ходит, и все. Там никакой сущности нет и быть не может. Тем более понятия нет. Есть вот определение, а вот так с ним и идут с начала и до конца. А здесь определение диктатуры предприятия есть, а форма проявления какая? А форма проявления связана с сущностью. Сущность какая? Диктатура пролетариата или диктатура буржуазии. А диктатура это что? Что такое диктатура? А? Что? Диктатура? Да. Вась, не гримчат. Ничего. Чего, чего, чего власть? Власть ничем не ограничена. Власть ничем не ограничена никакими законами. Вот, товарищ, тут сидит такой солидный. Это власть не ограничена никакими законами. Так? Так? Так какая власть? Если это буржуазия, буржуазная власть не ограничена никакими законами, это диктатура буржуазии. Власть рабочего класса не ограничена никакими законами. Это власть рабочего. А почему не ограничена? Потому что класс правящий, он сам же и организовывает все эти законы. Потому что закон относится к праву. А право – это возведённый закон воли господствующего класса. Вот и всё. Дальше. А по понятию, что такое диктатура рабочего класса, что такое диктатура буржуазии – это борьба. Вот вся буржуазия борется сейчас за свои интересы. Вот эта борьба буржуазии во всех формах. И государство для этого использует. И обман государству для этого использует. И кадры свои расставляет. И снимает. Всё она использует. Душит рабочий класс. Кого-то и поддерживает. И предателей рабочего класса. Это борьба. Суть вообще диктатуры ультариата, выраженного Ленину в работе «Детская болезнь ливизны в коммунизм». Это упорная борьба. Кровавая и бескровная. Насильственная и мирная. Военная и хозяйственная. Педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Вот считайте, что я вот здесь веду сейчас педагогическую борьбу. Виктор Аркадьевич администраторская. Это ваше помещение, Виктор Аркадьевич? Это администраторская борьба. Он скажет, Михаил Аркадьевич, спасибо вам, больше не приходите. И всё. Вот и вся борьба. Так что, надо понимать, что это разные всякие формы. Но если, короче, борьба. Диктор Аркадьевич, это борьба. А не так, что кто-то или нет. А надписи – это тоже важно. Но это, конечно, не самое главное дело. Я согласен. Если мне скажут, что разве дело в надписи? Ну, конечно, не в надписи. Но если эта надпись в программе, и меняется программа партии, да ещё на съезде, да ещё правящие партии, то это уже не просто надпись. А это предательство и измена. А предательство и измена, они другими меряются, аршинами. Потому что изменники диктатуры рабочего класса могут создать только капитализм. Или, может быть, что-то другое. Или они что-то исправятся, эти изменники и предатели. И пойдут опять с красным знамением. Как сейчас КПР входит с красным знамением. На местах написано «народовласти». А что такое «народовласть»? Это диктатура буржуазии. Спасибо. У нас есть записавшееся на выступление. Никифоров Владимир Александрович. Пожалуйста, вы первый. Я думаю, что более, так сказать... А вы самые есть. У вас очки золотые. У вас золото постоянно. У нас много записавшихся до пяти минут. Я буду громко говорить, наверное, и так достаточно. Во-первых, большое спасибо Михаилу Васильевичу Попову. Скажем так, он озвучил основные положения его труда 1986 года, которые я постоянно читаю. Перечитываю. Конечно, самое ценное, я считаю, в этом труде – это, как он показал, как применяются законы диалектики к общественному развитию, к истории общества, скажем так. Но заставляет все-таки диалектику изучать, изучать, хотя бы вот начиная с каких-то азов, начиная с популярных изложений и дальше двигаться. И здесь возражений, конечно, никаких нет. Хотел бы прочитать выдержки, сколько, три минуты, да? Пять. Пять минут, да. И из его работы как раз 1986 года. Конфликты и столкновения, которые имеют место при социализме, являются выражением индивидуального антагонизма, а не антагонистических экономических противоречий, которые характеризуются тем, что порождают антагонизм с необходимостью. При социализме же существует единство коренных интересов всех членов общества на основе общественных интересов, и стать носителем негативной тенденции можно лишь вопреки этим интересам. Негативная тенденция при социализме складывается из действий лиц, отступающих от общественно-экономических интересов. Наличие экономических интересов, в свою очередь выражающих коренные интересы каждого членного общества, из попыток противоставления личных интересов общественным. Наличие носителей и активных проводников негативной тенденции, острота противоречий, вовсе не долг для того, чтобы объявить эти противоречия антагонистическими. То есть, вот из последнего, скажем, нескольких предложений я могу сделать вывод такой, что у нас антагонистических противоречий не было, но были отдельные личности, то есть кто-то, кое-где, порой, с которыми вполне могли справиться у нас правоохранительные органы. Писалась эта, ну вышла книга во всяком случае, в 86-м году. Надо ли напоминать, что было в 91-м году, когда национальная, крупная национальная буржуазия, она просто разделила страну, так сказать, по своим очеркам. Надо ли напоминать про 93-й год, когда крупная российская буржуазия выкинула Конституцию и чисто даже формально, то есть, фактически она была уже в власти, но формально она закрепила свою власть в Конституции. То есть, мне что, хотят сказать, что за 5-7 лет у нас победила, вот откуда-то взялась буржуазия, как чертик из табакерки выпрыгнула и победила. Ничего подобного. Я могу сослаться, я постоянно ссылаюсь на это, я не знаю, почему, так сказать, товарищи не считают. 52-й год, отчетный доклад Центрального комитета КПСС 19-му съезду, который озвучил Маленков, где он в качестве одного из примеров приводил Ульяновскую партийную организацию, руководство которой срослось с государственными, с профсоюзными, я так понимаю, что и с силовыми структурами. И, как он говорит, почему-то руководство решило, что это собственность государственная, что это их собственность. То есть, в те времена уже была крупная буржуазия, ростки. Я уж не говорю про национальные наши республики, там, Закавказья или Средняя Азия, где это было всегда. То есть, там, кумовство, там, своих людей подтягивали, плюс там, средний, малый, там, большой жус, или как они там, старший жус, там, то есть, много такого было всего. То есть, буржуазия в то время уже была. И мне непонятно, почему, кстати, Михаил Васильевич отрицает наличие классов, имеющих антагонистические интересы. Я, опять-таки, ну, посмотрел те же самые работы Сталина и все прочее. Ведь колхозному крестьянству, еще раз, я уже об этом говорил, его как такового не было. Это кооперированная мелкая буржуазия, ничего другого. Она заключала договор с государством, которое через МТС обрабатывало их там земли, еще что-то. А продукции это, сдали натуральный налог, а дальше с продукцией распоряжались сами. И сейчас небольшая проблема залезть в интернет и посмотреть сканированные документы даже, или ссылки на документы, которые очень можно легко открыть, которые показывают, что и денежное довольство крестьян росло, и в натуральном виде тоже у них росло, и причем росло во много раз еще в 30-е годы. То есть, крестьянство – это типичная мелкая буржуазия. Она распоряжается своей продукцией, продает ее на рынке. И выходили даже постановления в 1934 году Центрального комитета о запрете государственным органам, структурам на местах заставлять крестьян сдавать продукцию именно государству. И там даже озвучивались цифры, на что крестьянство может сдавать, скажем, зерно или еще какие-то продукты по ценам выше на 20-25 процентов, чем государственные. То есть, у нас буржуазия была мелкой буржуазия, на основе ее выросла крупная буржуазия, которая успешно в 93-м году, ну, в 91-м году даже взяла власть. Поэтому мне непонятно, почему нет класса. Кстати, очень опасный тезис, сейчас еще одна минутка, очень опасный тезис, потому что это разоружение рабочего класса, раз нет противоположного класса антагонистического, то с кем бороться. Спасибо. Герасим Иван Михайлович, пожалуйста. Товарищи, ну, Михаил Васильевич, замечательную лекцию прочитал, как обычно. Ну, у меня вот тоже, надо сказать, парни упрадываются в голове, а это я задаю, может, не очень удачный вопрос о равномерно размазанных там, в мягко-буржуазных тенденциях по всему обществу. Ну, это действительно. Давайте вот возьмем, скажем, рабочего, да? Вот он отработал день, произвел стоимость продукции стоимостью 50 рублей. Вот он 10 рублей получил себе в зарплату. 40 рублей пошли в общественные фонды потребления. И он такой вот несун, маньяк, нехороший человек, он каждый день вот тырит на рубль чего-то там. Ну, это стоит советская ремина, на рубль каждый день это там пачка гвоздей такая, помню, 27 копеек стоила уже в магазине. Ну, на рубль тырит каждый день. Вот. Он вот антиобщественный элемент. А вот возьмем, скажем, профессора, там, доктора наук, который получает 30 рублей в день, ничего не тырит, очень такой он весь из себя советский, но он, так сказать, совершенно пустое, ничего не сделал за все свое время. И таких, я думаю, процентов 90 из всех советских обществоведов, да даже и среди технологий там было, хотя там более жесткий подход. Ну, вот. И вот он ничего не сделал, а он, так сказать, и что, оба они заинтересованы в построении бескрасного общества, а ведь многие профессора, академики и секретари райкомов, генералы, они имели, скажем, домработниц. Что вот человек, имеющий домработницу, он заинтересован в уничтожении всех противоречий, всех расовых различий, то есть в движении к полному коммунизму. А кто тогда у него будет, это до чего будет работать? Или, скажем, вот у академика три сына, он хочет, чтобы они все тоже пошли по пути интеллигенции и поступили в вуз, а у рабочего три сына. И что, если так сказать, смотреть по тому, кто из них умнее, может быть и у рабочего, дети рабочего поступят по конкурсу в вуз, а куда деваться детям вот этого работника. А это трагедия большая была, были интеллигентные семьи, вот особенно высокопоставленные интеллигенции, что сын пошел, так сказать, в рабочие, жизнь не удалась, ну как такое вообще может быть? Вот у меня вот мама училась на вечернем в конце сороковых годов, и она приходила на вечерние заниматься, и там приходили генеральские жены. Она библиографом работала в военно-морской академии, на английский язык ходила, на ферфакт университета. Вот, и генеральские жены приходили вечером заниматься языком, это был конец сороковых годов. И вот они там рассказывали, какие у них домработницы, как они готовят, какие у них шубы, то, сё. Вот это была диктатура пролетариата, да, коммунизм в первой фазе. Но вот такие противоречия были. А потом мы вот удивляемся, что вот Бурного-Черкасск, эти вот генералы, эти секретари райкомов, они вот расстреливали рабочих. Ну, человек, у которого домработница, там жена не работает и шубы носит. Ну, а чё тут такого, что вот он расстреливал рабочих? Чё тут? Вот диктатура пролетариата, она вот совершенно верно сказал Михаилу Васильевич сущность, но сущность-то она скрыта, наверху-то бытие. И вот бытие-то мы что видим? Что вот Михаил Васильевич много слов добрых сказал про партмаксимум, его отменили в 29-м году. Отменили. В 29-м. Значит, потом. Была практика шефства рабочих над предприятиями по этому поводу замечательный доклад. Организация, ну, над учреждениями, конечно, не над предприятиями. По этому поводу был замечательный доклад Александра Владимировича Золотова на Сталинской конференции. Упразднили эту практику в середине 30-х годов. Упразднили при диктатуре пролетариата. Выборы в советы по заводам и фабрикам, как, кстати, было написано в программе, упразднили при диктатуре пролетариата. Упразднили. Потом в Конституции 2006 года было введено поражение о том, что 7-часовой рабочий день. В конце 40-х годов упразднили это поражение. Упразднили. И так далее. Потом, вот, как Михащий совершенно верно сказал, и МТС закрыли при диктатуре пролетариата, и упразднили. Министерство отраслевые, совнархозы ввели. Это вообще сильнейший раздрай народного хозяйства. Ну, правда, восстановили в 64-м году, но и тем не менее. Потом была реформа вот Либермана, Косыгина, ну и так далее. Вот, то есть, ну вот, а в чем выражалась вот диктатура пролетариата? Почему все-таки? Я вот считаю, что диктатура пролетариата у нас держалась до 91-го года. В чем здесь показатель? Показатель в том, что был единый народно-хозяйственный комплекс. Никто, кроме пролетариата, никакая буржуазия его бы не удержала. Растащили бы за 2-3 года, что вот произошло. У нас начался переходный период с 87-88 годов, когда появились товарные уклады, это кооператоры, это марые предприятия, был принят закон о госпредприятии, который позволил госпредприятиям более в отбор на себя чувствовать, фактически был введен государственно-монополистический сектор в экономике. И вот эти выращенные в ходе этих украдов, функционировать украды буржуазия, она вот опрокинула ситуацию в 91-м. Я все-таки не соглашусь, что до этого была буржуазия. Это не буржуазия, это извращение собственности. И вот, кстати, у Марса, вот мы сейчас как раз главу читаем о накоплении первоначальном, там вот Марс четко различает феодальная собственность и капиталистическая собственность, то есть буржуазная собственность. Вот пока была собственность феодальная, да, крестьян была своя земля в пределах этого феодального имения, они там ходили по этой земле. Вроде это все считалось имением феодара, все это его владение, но христиан там было все свое, они там этим пользовались, там коровы их паслись на ругу, и это все, так сказать, как бы было. А вот когда в Англии там в 15-м веке, а в России в 19-м, вместо этого стала капиталистическая собственность, феодар сказал, все, вот это вот моя земля, ты сюда не ходи давай, это не смей на ней пахать, и чтобы даже твои коровы по моей земле не ходили к реке пить. Вот тут сразу стал совсем другой каленкор. Ну, он также, Марс пишет, о собственности больших людей, кельтов там вождей. Это все, понял, сейчас закругаюсь. Значит, я к чему говорю? Что в буржуазии все-таки есть капиталистическая собственность и есть буржуазия, и собственность она разъединяет. И единого пранового хозяйства у нас бы сохранились бы, ну, в пределах, может быть, нескольких лет после взятия власти буржуазии. Ну, а диктатура пролетариата, это понятие очень противоречиво, это государство диктатура пролетариата, оно очень противоречиво, и вот сущность диктатуры пролетариата, она скрыта, а не надо забывать, что все-таки здесь есть вертикальная иерархия по уровню, по доле в общественном пироге, по условиям труда, а главное по условиям для всестороннего развития. И пролетариат здесь по этим всем условиям стоит в самом низу. И это вообще говоря небыварый прецедент, что была диктатура краса, которая вот так находится в самом низу. И противоречия эти государства диктатуры пролетариата, они из этого вытекают, и конечно, вот нам надо думать, как с этим бороться. Спасибо. Борис Николаевич, пожалуйста. Дорогие друзья, мы сегодня в очередной раз прослушали блестящую лекцию крупнейшего ученого. Более такой лекции квалифицированной нигде не услышишь. И это здорово, когда у рабочего класса есть поддержка в лице Михаила Васильевича. И Михаил Васильевич, понимая, что мы живем в государственном монополистическом капитализме, и надо его развивать, и он делает все, чтобы показать и буржуазному классу, и президенту не стесняясь направлять, что надо делать, и учит, что надо делать в нашей стране для развития нашей страны, чтобы другие конкуренты не подавили нашу страну, и она не распалась под давлением окружения. Потому что конкурент-конкурент пытается всегда принизить, а если можно, уничтожить, и уничтожить нашу страну. И сейчас обсуждается у нас изменение в Конституции. И Михаил Васильевич и туда успел направить, из чего госсовет должен состоять, чтобы какой-то двухпалатный уровень, чтобы представители рабочего класса были. И здесь уже работа идет крупнейшего ученого. Михаил Васильевич, спасибо вам большое, что вы прочитали лекцию, прекрасно ответили на вопросы еще в заключении, скажете о Кондорите. И, дорогие друзья, в феврале в университете рабочих корреспондентов мы Михаила Васильевича больше на лекции не увидим. Его в программе нет. Но в феврале ему исполняется 75 лет. И давайте своими аплодисментами поздравим его 75-летием. Поздравляем. Спасибо. Степан Сергеевич Милицов, пожалуйста. Давая должное лекторским способностям Михаила Васильевича, его познаниям, познаниям диалектики, блестящему стилю изложения. Тем не менее, я все-таки хочу остановиться на одном. Хотя я заметил больше противоречий, спорных моментов и неверных выводов. Но я остановлюсь на одном всего лишь для простоты изложения. Речь идет о том, что, используя законы диалектики и подчиняя материальный мир этим законам, в то время как все наоборот. Материальный мир существует, а законы диалектики пытаются его правильно интерпретировать. Посмейтесь, да. Значит, Михаил Васильевич пришел к выводу, что борьба нового, старого все время идет, она же никогда не прекращается, и поэтому даже на высшей стадии, на стадии коммунизма, полного коммунизма, тем не менее, эта борьба будет продолжаться, и возможен рецидив. И логично вроде звучит, используя принимаем этот закон борьбы старого, борьба противоположностей, что может быть. Однако, кроме этого закона, есть и другие. И есть закон направленности развития от простого к сложному, от низшего к высшему. Вот посмотрите, есть незрелый капитализм, назовем его так, стадии становления. И все время во Франции, например, на протяжении 80 лет революции буржуаны сопровождались восстановлением монархии. Это было возможно. Теперь во Франции империализм. Можно ли себе представить, следуя логике Михаила Васильевича, что там произойдет нечто, и опять она скатится в монархию, земледелие феодальное и прочее, прочее? Наверное, нет. Это более низшая ступень экономического развития, и этот возврат невозможен. Точно так же, как невозможен возврат из развитого коммунизма, исполненного коммунизма, обратно в капитализм. Более того, ведь одно из задач коммунистического общества – это воспитание нового человека. Сама материальная среда воспитает такого человека, который будет совершенно по-другому мыслить, у него не будет таких устремлений, личные наживы и прочее, и прочее. То, что является почвой и питательной средой как раз для контрреволюционных процессов. Поэтому я думаю, что в этом вывод неверный, нет, но о других выводах я не буду говорить и в других моментах, чтобы не усложнять. Спасибо. Виктор Аркадьевич, Тюркин, пожалуйста. Значит, я всех поздравляю с началом учебы в этом году 2020. Значит, Михаил Васильевич за лекцию благодарю и думаю, что нам всем полезно именно с этой темы начинать, потому что действительно очень важно понимать вот этот процесс противоречия борьбы неупрощенно, непримитивно. Надо врага найти, голову, так сказать, отрубить, и все будет нормально. Сжечь и успеть ворогреть. Хотя иногда приходится так делать. Правильно приходится. А понимать, как борьбу от тенденций. И вся задача-то ведь коммунистов в том, чтобы, обладая знаниями, создать условия, чтобы положительные тенденции наши коммунистические, они перевешивали, они развивались, они двигались. И Ленин об этом говорил, там, мало классового противника подавить, а важно переварить вот этот огромный слой мелкобуржуазности, предрассудков, там, стяжательств, ну и так далее во всех этих делах. И вот в качестве примера, когда положительные тенденции двигаются. Я вот недавно с Исаченко, Валерий Григорьевич, это историк архитектуры наш автор, знаете, мы с ним, так сказать, смотрели, он книгу написал сейчас, архитекторы Ленинграда советского периода, и не может издать ли как. И вот смотрели, как в архитектуре, в камне воплощались программные положения партии большевиков вообще. Это же чрезвычайно интересно. Есть в программе партии, что свободным может быть только образованный человек. И строили школы, вальсы культуры, там, первые пятилетки, десятые, Капраново, там, Горького. Сколько у нас? Ну, все с того периода. В Москве университет, да? Говорили, что должен комплексно развиваться и отдыхать человек. И острова трудящихся. Да? Остров тихого отдыха, остров здоровья, остров активного отдыха, острова трудящихся кировские. Я Матвиенко как-то сказал, что острова трудящихся были специализированы, а сейчас... Ну, какие острова трудящихся? О чем он говорит? Когда она губернатором была, понимаешь? Она не слышала об этом, не знает. А ведь это комплексное было развитие. Спорт, здравница, культура и отдыха шло. А вы были депутатом в Госдуму? Говорили о освобождении женщин от труда, да? Вот этого домашнего каваля. И строили фабрики кухни. Посмотри. Одна та, которая около Нарских ворот 800 тысяч выдавала блюд, обедов там, завтраков, в день. Ты подумай. То есть решали вопросы не то, чтобы у профессора домохозяйку отобрать. Не в этом суть-то. А чтобы всех приподнять, чтобы всем дать возможность развиваться и двигаться вперед. Вот это очень важно здесь, мне так думается, понимать, что вот в чем тенденции, что надо поддерживать. И здесь я не очень соглашусь с тем, что, значит, что, 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 значит, умышленно эти деятели многие разваливали. Даже тот же Горбачев, который сегодня говорит, что он там чуть ли не с детства мечтал про браться и советскую власть, и коммунизм. Это он для собственной важности. Ему хочется выглядеть идейным борцом. На самом деле не так. На самом деле это вот обычный элемент приспособленчества. Его волна не слава, он умел вовремя поддакнуть, вовремя сказать, красиво выглядеть, точно так же, как Хрущев там сплясать ГПК, когда надо. И Хрущев тоже думал, что он что-то хорошее делает. Люди, которые вот слушали его выступление, подзываются, слушают. Вот так поднимал там настройки, строители особенно. И много чего хорошего сделал там, из подвалов переселяя и так далее. Но вот враги коммунизма, да, и грамотность, взятка и чувакство. Вот они вот вместе играют эту роль, понимаешь. И когда даже был вот переворот девяносто первого года, я вот наблюдал. Те же директора красные. Тот же, у меня мой директор Вахтан Павлович Ковешенков, очень приличный человек, стал, значит, президентом ассоциации промышленников здесь. Вот сидит, вроде он в душе и красный, и все понимает, что не туда. Но дома жена, дети, сыновья, ну смотри, все, что уж тут поделаешь. Ну, раз так получилось, то... Или Тулеев, которого мы поддерживали в синевом правительстве. Он говорит, Аркаевич, ну не получилось у нас девяносто первым, не получилось девяносто третьим. Теперь это всерьез и надолго. Вот остается только войти и, значит, делать так, чтобы было как-то лучше. Как-то встроить. Вот. То есть, конечно, во всей этой системе чрезвычайно важное значение имеют знания. И знания, убеждения на знаниях освоены. Я уже приводил пример. Тот же Цепко, помощник Яковлева, Александр. Как он писал? Сам чистосердечный. Нам казалось, что надо вернуться к ленинским нормам, к истокам марксизма, да, и все будет нормализуется в обществе. А потом оказалось, что мы и марксистами-то не были. Вот. А надо было сказать, я не был, а он говорит, мы. Он самокритичный, он же с компанией там, с Яковлевым, с Горбачевым, со всей републикой выступает и прочее. По всем этим делам. Значит, завершаю на теме современности. И сегодня действуют эти противоречия. Тоже есть тенденции позитивные, да, а есть буржуазные еще укрепления этих дел, развития и так далее. И некоторые наши товарищи, не совсем товарищи, так называемые товарищи, пробуют решить, вычернив главные противоречия и ход. Например, КПРФ вместе с Зюгановым, так, поправки в Конституцию. Вот они пробуют. РКРП обратилась, говорят, слушай, давай-ка хоть подкожного вставьте, внесите поправку, восстановить те гарантии по пенсионному возрасту, которые заявали в советские времена. И когда партия власти откажется, ну, будет легче показывать пальцем и говорить, голосуй против, там, или не ходи. Они обещали. Но при этом, ну, что там ваша поправка, это, так сказать, мелочь. Вот мы записали в Конституцию о том, что русский народ является государством образующим. Я говорю, слушай, парень, государство-то образует часть народа, да, и эта часть, она по национальному признаку очень разная, частая не русская. Дальше-то вы что будете делать? Вы квоты будете вводить среди эксплуататоров и трудящихся, да, в цеху и на поле? Нет, вот люди, понимаешь, вот заворачивают от науки в эту сторону, следуя моде, следуя тому, что нам сейчас выгодно быть патриотами. И получается вот такая… Прошу прощения. Спасибо. Заключите слово. Я хочу сказать, что те проблемы, которые мы с вами обсуждаем, они как бы представляют собой вторую волну. А тот, кто изучал историю рабочего движения, должен вспомнить первую волну. Первая волна была измен всех руководителей, всех социалистических партий, и не только руководителей, и всех социалистических партий, кроме большевиков, которые были перед началом Первой мировой войны. И во всей Европе, если не брать наших депутатов Госдумы, которые отправили их на свежий воздух в Сибирь сразу, как только они проголосовали против военных кредитов, только Карл Липкнев проголосовал один в германском рейхстаге во всей Европе. И они прямиком пошли… Куда? Правительство? Кружатное. Нет, вот эти все граждане, которые голосовали за военные кредиты. Так что не будем забывать, что на этом бы уроке можно было поучиться, как люди, которые правильно пишут и правильно говорят про социализм, про диктатуру пролетариата. У Каусского правильно, он Каусский называет диктатуру. И Ленин про него говорил, что у него в столе или в голове есть ряд деревянных ящичков, в которых все произведения, так сказать, разложены Маркс и Эльвис. То есть само вот это вот, так сказать, как бы разговоры про социализм, про коммунизм, про рабочий класс и даже про диктатуру пролетариата еще не говорят о том, во-первых, какова сущность у человека, во-вторых, сущность тоже меняется. И, между прочим, сущность имеет форму проявления. А форма проявления одна, а сущность может быть прямо противоположной. То есть вот мы должны были бы из этого извлечь. Ленин-то сразу извлек из этого урока. Как сразу было отрублено все вот это, значит, решением о создании коммунистического интернационала, куда было сказано, что есть 21 условия. Вот как раз и Каракайч по этому поводу выступал здесь. Это очень важное было выступление с закладом. И в этом условии, в этих условиях, самое главное было условие – это признание диктатур на деле причем. На деле. Не словесное признание, а на деле. А на деле это выражается в чем? Сущность диктатуры пролетариата не в названии, конечно. И сущность диктатуры пролетариата не в определении. А сущность, это не значит, что надо отказываться от названия, определения, но ее сущность в борьбе за интересы рабочего класса. Если этой борьбы нет, все пропадает. Все пропадает. И поэтому можно еще назвать, так сказать, вот и другие моменты, которые здесь товарищи называли по частям. Не полностью. Знаете, всякая революция, как и контрреволюция – это переворот. Если вы себе представляете, вот так, вот так, значит, находится, и вот тут начинает крениться, крениться, потом раз, и перевернется в раз. Перевороты совершаются очень быстро. А всяких вот элементов и моментов, вот вы называли, Иван Михайлович называл, их много-много, они нарастали, их все набиралось, набиралось, и все это было бы как бы, ну, отпечатки, это недостатки, это минусы. А потом раз, и стали они плюсами, но уже буржуазными. Потому что минус на минус дает плюс. И перевернулось. То есть, надо усвоить то, что и революции, и контрреволюции происходят на этот момент. Но они к этому подготавливаются исторически довольно долго. Одни сознательно, одни умышленно, другие неумышленно. Меня спросили, как я считаю насчет Хрущева. Я считаю, что он, так сказать, умышленный враг и негодяй. Потому что вся его деятельность, по итогу, в этом свидетельствует. А как вот будете оценивать Ельцина, который был? Вот был секретарем Свердловского. Потом его отправили в строительный комитет председателем. Он в Москве был секретарем горкома партии. Кандидат в члены политбюро ЦК КПСС. Как? По этим вещам судить? А он, ну, кто? Вот сейчас все знают. Потом взял и катился до фашизма. То есть, предатели, вообще предатели хуже врагов. Ну, капиталисты, они накапливают прибавочные суммы, стараются даже не лезть по листику. Они выставляют депутатов, там пусть те болтают. А если что, они в танки подгонят и что-то свое решат. Не особенно. Это они не всегда делают. А эти же красятся, 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 раз и сдадут. То есть, страшное дело – измена. И надо понимать, что все коммунистические партии, как в свое время социал-демократические, находятся под угрозой измены. Находятся под угрозой измены. И это никуда не делась, эта угроза. И уж, конечно, буржуазные партии, и правительство, и государство работает в том направлении, чтобы эти самые партии были задушены. Так или иначе. Они не будут вас, так сказать, публично душить, но они принимают всякие разные меры. В том числе создаются дополнительные течения, движения. Вот создали вы там РКРП, там зарегистрировали Ротфронт, а тут еще этих партий, то было 50 тысяч надо было, чтобы зарегистрировать партии. Потом из раз и сделали 500. Их как комаров у этих стало партий. А вся партия делается очень просто. Берешь 15 миллионов, 5 миллионов на то, чтобы… Сразу в карман положат те, кто будут организовывать. 5 миллионов – это, значит, на то, чтобы создать эти организации, и 5 миллионов, чтобы оформить. И все. И получилась партия. Сколько сейчас партий? Чего ты узнаешь? 60? Больше? 70? Ну, это партии. Ну, а если брать, так сказать, классовую природу, сколько у нас буржуазных партий? Мы их знаем. Серьезные буржуазные партии, их три. Единые, справедливые и ЛДПР. Мелкопургазные партии. Одна. КПР. А, так сказать, коммунистическое движение пока мелкое. Еще в таком готовом виде ни одной партии нет. Партия находится в становлении рабочего класса. Так, как приходится, так констатирую. И при этом, при всем-то, желающих удушить на пакости, испортить, сломать. Нет, мать муще. Поэтому, я думаю, что мы тут можем по всяким мелочам спорить. Но, я думаю, что по главному вопросу, что надо быть бдительными в этом отношении и понимать, что не бывает такого в политике, чтобы с политиками и с политической линией не велась бы борьба. Если кто не видит противоположных тенденций, которые, если с ними не бороться, нас утащат назад куда угодно. Феодализм не утащит. Я согласен. Как не утащит феодализм? Почему? Потому что нету там обратного хода от капитализма. А вот в капитализм запросто. Точно так же, как некоторые думают, вот при коммунизме будет светлое будущее, но самолеты вы так же упадете, как и в темном капитализме. Если рухнет тот самолет, который так быстро будет лететь, что еще быстрее будет падать. Но если человек не туда направит. Вот если, скажем, болтал человек за сурвалом самолета с тем, кто хотел купить этот самолет, раз, он и врезался в гору. Это же элементарно. Это же сознательно управляемое хозяйство. Оно требует, что вы, так сказать, знали, как управлять. А как его угробить, все, что тут знать. Взорвать может каждый дурак. А построить – это сколько уж нужно строителей, архитекторов и прочее. Поэтому строители, которые собираются, они должны одной рукой строить, а другой рукой вышибать всех тех, кто мешает строить. А головой распознавать этих людей. И распознавать можно их по делам. Можем не исчислять, что там думал Горбачев. А нам это важно, что он думал. Мы знаем, что он сделал. Он разрушитель, он предатель, он изменник. Он же на высоком посту стоял. Он был первый секретарь. Он еще и Миша Конвертик был. А? Миша Конвертик еще был. А, был Миша Конверт, да. В Карлопове. Да, неужели мы… Этот Миша Конверт, он там только сейчас встал. Да все знали. Он ходил, кормил там всех туда, членов политбюро, возил, показывал. Почему конверты? Да. Какие конверты? Взятки брал он давно. Поэтому, понятно, что самое главное, что мы должны понять, что вот только диалектический взгляд на эти вещи, то есть рассмотрение всякого движения прогрессивного, как содержащего и противоположное движение, которое заставляет становиться на определенную сторону и держаться этой стороны, и активно бороться за прогресс общественный. Вот это задача, которая стоит. Понятно, что каждый, так сказать, по-своему будет подходить, по-разному решать, но и решать эту задачу нужно. И у нас другого пути нет. И извлечь урок из того, что произошло в России. А я скажу, мы просто вот так же ту же пластинку заведем, и когда она дойдет, эта мелодия до этой точки, где она соскакивала, знаете, как на пластинке, на патефоне, то опять будет то же самое. Опять будет контрреволюция, и начинать сначала. Вот надо, чтобы не получилось, что мы начинаем сначала. Если мы начинаем, то не для того, чтобы снова потом разрушился. Вот эти уроки мы должны влезть. Спасибо за внимание всем товарищам.